В 1809 году впервые на планах Одессы сформированным инженером Фестером появилась торговая улица и Херсонская площадь, на которой в последующем, в 1812-м, началось сформирование нового рынка, в отличие от существующих, греческого и вольного. Это если бы программа была о истории. Ну а с вами «Одесса делает базар», я ее ведущий Георгий Олих, и сегодня мы находимся на новом рынке. Ну что, посмотрим, что сегодня по ценам. Идемте! Всегда приятно делать покупки на базарах Одессы, потому что на новом рынке можно не только приобрести овощи, но еще и посидеть за прилавком. А за этим прилавком мы видим огромное количество изобилия разных овощей. Прямо хочется сразу уже покупать бутыльки и начинать катать помидоры. Светлана, скажите, пожалуйста, какие у нас сегодня цены на новом рынке? Объясняем. Огурчики 30, помидорчики мекадочка 75-70, коктейльная наша калиновка 130, есть сливовидная, она у нас 65, есть обычная веточка тоже наша, 60, кстати, она там. Прекрасно. И есть у нас из Маил, шикарная помидора 60,65. А кроме помидоров и огурчиков, что мы еще можем предложить нашему сегодняшнему одесскому покупателю? Хорошим хозяйчикам чищенную картошечку. Прямо уже чищенную? Конечно, конечно, вот пришли домой, сварили, съели и все дела. И застолье можно целое устроить. А кабачки какие молодые, 25 гривен шикарные, пожарить их с чесночком, с майонезом, а баклажанчики. Цветная капуста, молодая капуста, клубника. Подождите, подождите, мы начнем записывать рецепты. Почем сегодня клубника? 90. 90. Итак, напрямую от овощей мы сразу перешли к зелени. Людмила, подскажите, какая у нас сегодня зелень в ассортименте, какие цены? Вот есть тряные специи, первый ряд. А вот эти все идут в салатики. Обычная зелень, укропчик, петрушка, возьмем лодочка, лучок. Салатик, шпинатик, щавель, сельдеречек листовой. Все есть в ассортименте. По салатам, по салатам есть ледяные, дуболистные, ромены, масляные, бостоны. Все-все есть в ассортименте. И скажите, под чем у нас сегодня салаты? Вот кустовые салаты все идут по 120 гривен килограмм. Обычный салатик 5 гривен, шпинатик 6, щавель 5, укроп, петрушечка, маленькие пучки по 5, лучочек 5. А почем мята? Мяточка идет, вот такие пучки есть, ментоловые и спиречные, по 8 гривен. И почем у вас молодая картошечка, редис и лимоны? Лимончик сегодня по 60, редисочка 10, картофель по 35 килограмм. Помимо свежей зелени, я смотрю, что у нас здесь есть специи, есть огромное разное количество соусов, как я понимаю, и домашних условиях приготовленных. А что у нас за соусы есть? Есть кемали, желтые алычи, красные алычи, есть сырая аджика, есть вареная аджика и есть унаги. Унаги это идет на основе японского соуса ямаса. То есть идет тут рисовое вино мерин, идет бальзамический уксус, мед. Вот, отлично. Это просто изобилие продуктов за одним ларьком, за которым вы можете действительно приобрести все, что вам нужно сегодня. Помимо зелени и свежих овощей, новый рынок еще и богат на мясные продукты. А конкретно сейчас мы поговорим о курице и какие цены у нас сегодня на рынке. Начнем с четверти. Четверть у нас 39,90. Прекрасная мясистая четверть. Это дешевле, чем грибы. Дальше что у нас идет? Голень 39,90. Окорочок 52,90. Грудинка на кости. Очень выгодно ее, кстати, взять, потому что можно и бульон сварить, и беточки там сделать, и тыры-пыры, и усы-тыры. Так, бедрышко 52,90. Хорошее мясное бедро. Желудки куриные 39,90. Тоже очень хорошо стушить сметаночки, там, с лучком, песня. С тем, что дешевле, чем грибы. Конечно. Можно и туда грибы добавить, но это на глицемисом. Так, сердечки у нас тоже шикарнейшие 54,90. Это куриные сердечки. Были индюшины, но разобрали, кто любит, тот их разбирает. А индюшечка у нас отдельно. Вот, смотри. Значит, филе индюка 119,90. Я сама разделала, он свежайший. Оно же дышит, вот такой играет. Потом бедрышко 94,90. Хорошее бедро запечь, там, туда-сюда, замаламурить духовочку. Потом еще есть вот такая вот песня. Ну, это тоже. Это называется попа индюка. Его также можно замаламурить, как шашлык. Седаешь вот эту попу, больше ничего не хочешь кушать. Дальше по индюку голень. Посмотрите, какая хорошая пулечка. Видите, совсем недорого. 49,90. Тут и холодец, тут я разрезаю и гуляш. Косточку выбрасываю, получается гуляш. Так же самое маринуется. Сюда можно положить грибы тушеные с луком. Закрыть. Делается такой рулет. Рулет. Закрыть в духовочку на часа полтора. Запечь. А потом вот так вот тоненький слайс. И чесноком. И все, и все, что хочешь, то туда можешь положить. Так все. Так все рыбамызло. Прекрасно, прекрасно. Кстати, по поводу пулечки. Помимо разрезанной рулета, который можно приготовить в духовке, очень неплохо еще готовить просто вот такую целую ногу в рукаве, отдав ее специями. И она прекрасно получается прямо практически как баранья. Да. Ну а мы, кстати, пойдем и посмотрим, какие сегодня у нас цены на баранину. Как я и обещал, сразу после курицы мы переходим к баранине. А судя по такой прекрасной вывеске, она здесь свежая и явно ее будет много. Так, подскажите нам, пожалуйста, какие сегодня цены на баранину. Лебра 90, шея 90, лопаточка 150, задняя часть 160, корыст 220 гривен. А целый барашек у вас есть? Есть. 120 гривен килограмм. 120 гривен килограмм. Точно так же, как и на початке. А здесь мы еще можем наблюдать разделанную телятину. И что у нас сегодня, пацанам, на телятину? 120 гривен мякоть, 220 гривен филеечка, машина 70, коляшки 75, грудина 55, лебра 50. Коляшки на кости 35 гривен. А вы не знаете, как их можно использовать в приготовлении? По-разному, можно вот так целиком варить. Можно обрезать, делать гуляш, тушить. На первую или на вторую. Гуляш, слушайте, это прикольно. Настолько вкусно на самом деле, особенно если он делается из свежей говядины. Ну а мы идем дальше. На новом рынке вы можете найти не только баранину и телятину, но еще и огромное изобилие говядины. Аня, подскажите, что у нас сегодня есть из говядины и какие цены? Есть задняя часть говядины, она стоит 120 гривен. Вот кострец есть, есть яблочко, есть стейковая часть, есть подъяблочник. Очень мягко варить, тушить. Подъяблочник это что у нас? Это между яблоком и голяшкой телячей. Есть у нас еще лопаточка, она стоит 100 гривен сегодня. Вот есть верхняя часть ее и вот такая вот мясная. Можно беточки, отварная, тушеная, очень мягкая. Есть у нас антрикотик, это беточек на кости, он стоит 80 гривен. Есть телячьи ребрышки, вот они стоят 50 гривен. И есть грудиночка, которая стоит 60 гривен. Есть вырезка телячья, которая стоит 220 гривен килограмм. Беточное мяско 150 гривен. И есть качалочки, детское нежное мяско, оно стоит тоже 150 гривен. Ну, я так понимаю, грудина у нас традиционно идет на борщ. А подскажите, пожалуйста, ваш любимый рецепт из говядины. Ну, вот вчера мы готовили телятину с черносливом. Кусочками крупными нарезали телятину, слаживали ее в казанчик. Очень много лука полукольцами и целиком чернослив. 40 минут тушилось это все в собственном соку без добавления воды. Очень вкусная, нежная телятина получилась. Ребята, готовить всегда просто и вкусно. А главное, если вы будете покупать продукты на рынке новом, еще и дешево. А сразу после говядины мы переходим к свинине. И видим, какое у нас огромное изобилие свинины за этим прилавком. И Оксана нам расскажет, что же есть сегодня в продаже. Ну, в смысле, в свинине есть все в продаже. И задочки, и лопатка, все есть. И почеревочек, что именно, я ж не знаю. А почем задочек? Задочек 120, лопаточка по 100. Почем голяшка? Голяшечка 45. Сало почем? Ну, разная цена, в зависимости от толщины. Если сало хорошее, толстое, то 45-40. Потоньше, там, 30-25. Кто какое любит. Почем у нас сегодня свиные ребрышки? 90. А челагач? 120. Вырезка? Филеечка 150, шейка 150 и беточек 150. И беточек 150. Прекрасные цены. Оксана, скажите, пожалуйста, а что вы любите готовить из свинины? Какое ваше любимое блюдо? Ну, во-первых, мои села у нас кушают все. И любят все. Я вам честно скажу, в Одессе, в принципе, кушают все. Вот, ну, я не знаю, что именно. Ну, так просто потушить, приехать с базара, просто взять, нарезать кусочками, потушить с субулькой. Вот, картошечки быстро горнил. Времени у нас нету, так что приехали с базара, что по-быстрому. Скажите мне, как вы готовите настоящий свиной холодец? А, свиной холодец я люблю мешанный. Овядина, свининка, курятина. Ну, вы эстет. Да. Вот, и галяшечка свиная, можно кусочек мяса, говяжья галяшечка и курочка ляшечки. Вот это я вот мешаю, очень классно. Но самое главное, что это все есть у нас сегодня в ассортименте. И если вы хотите приготовить и это блюдо, вы сможете найти здесь все это на рынке. А мы идем дальше. А этот лоток сразу напоминает мне о моих детских воспоминаниях, когда бабушка меня просила в принужденной форме взбивать сливки. Мое любимое занятие. Итак, что у нас сегодня есть в ассортименте, почем и что мы можем предложить нашему покупателю. Овечья брензочка, сыр сулугуни, коровья, козья, смесь, творожок, сливочка, масло. Подскажите, пожалуйста, по чем овечья бренза? 100, бочковая, 120. А сыр сулугуни? 120 гривен. Коровья бренза? 75, 70 соленая. И смесь что вы имеете в виду? Козочка с коровкой 75 гривен. По чем сливка? Ну, 90 и 85. Я смотрю, у вас есть сыр какой-то, да? 160 гривен, российский сыр. И масло? Масло 160. С детства меня учили есть брензу, отрезав такой маленький кусочек, положив на черный хлебушек и сверху обильно залив медом. Что нас доказывает сочетание на этом прилавке. У нас есть мед, который вы можете тоже приобрести. Итак, какие же сегодня цены на мед и какой ассортимент мы видим на прилавке? Акадзия 130, липовый 100, остальной по 50 гривен и гречишный 100 гривен полулитровая баночка. И гречишный 100 гривен полулитровая баночка. Не только мясо, овощи и свежая зелень сегодня есть на новом рынке, а еще и фрукты. Яблоки у нас сегодня 20-25 гривен. Груша такая прекрасная, красивая, 75 гривен килограмм. Клубника по 80 в таких вот корзиночках. И по 70 на развес. И помимо этого есть еще молодой горошек, поскольку сейчас это такой эксклюзив. Он стоит 100 гривен килограмм. Ну что, сегодня у нас получился прекрасный базар, чудесные цены. Мы близимся к лету, у нас огромное изобилие товаров сегодня на новом рынке. Ну а мы сейчас пойдем и попробуем что-нибудь из этих всех товаров, да, и приготовить. Итак, это была передача «Одесса делает базар» и я ее ведущий Георгий Олег. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!